Небрутальной манере. Хорошо сейчас попадает передней рукой Максим Власов. Активно он включился в этот поединок. Джо Смит это достаточно прямолинейный. Прямолинейный и прогнозируемый, где-то даже предсказуемый боксер. И все в итоге закончилось досрочной победой. До цели, хорошо он удерживает комфортную для себя дистанцию. В формате неуважения какого-то, просто констатация факта. Но когда Максим потеплал на Энто Дейли, ну и еще двух назовут. Кстати, сам Максим говорил, что все он добился упорным трудом. Каких-то особых, какой-то одаренности к боксу у него не было. И много пахал для того, чтобы выйти на тот уровень, на котором он сейчас находится. А не рубиться с соперником. Отлично встретил справа сейчас Мулацов. Не застаивается пока что Максим Власов. Ну, здесь в свою очередь уже, смотрите, и Смит также достал нашего. В таком темпе продержаться лица, да, там травма. Отсечения побольше стал, провалился, да, это не нокдаун. Опять говорят про те самые трехударные комбинации Максиму Власову и... Что, поставлял плечо сейчас Макс. Да, и валится вперед. Ух, вот это да, очень размашистый удар справа сейчас. Он дважды из своих боев, вы хотите, то есть он дрался против... Ну, вперед Максим Власов. Ну, в общем-то он, ему неважно. Классика, Макс постоянно вот так вот отступает, опять же, достаточно широкая стойка. Встречу, либо в ответ низко, да, достаточно такое, ну, опять же, немного есть. Такое он на территории соперника, тут, конечно же, во избежание... Да, и опять же, Боб Аром очень хочет... Перекрылся сейчас. От удара снизу и сам бросил апперкод Максим Власов. И в итоге с ним подрался. Сначала Марк получил положительный тест на коронавирус, а потом уже и Максим Власов. Ну, и в итоге, да, то есть после... Ну, опять же, история вам уже известна. Джо Сминдзе 2020 год, правда, в атлетику не зашел. И в итоге, если выражаться языком компьютерных игр и... Ух ты, хорошо попадает в Макс Власов, потому что... Уже не апперкод Максим Власов, Джо Смита. И это в целом проходит. Ну, и вот Смит опасен, конечно. Да, Максим Власов праздновал победу. Активно поддерживает публика Джо Смита. Да, это как раз Глобал и также завокат такой Севразийского боксерского парламента. С завершением четвертого раунда физических сил, причем очень, конечно, и молодые люди, переболевшие. Да, и вот сейчас как раз-таки Трей Максима Власова говорит, что нужно и после легкого левого удара тут же добавлять сильнейшую правую. До конца. Да, потому что на фоне усталости уже последствия будут чуть-чуть другие. По корпусу мощно Джо Смит. Вообще, кстати, вот если вот смотреть, седьмой раунд уже... Ой-ой-ой-ой-ой. Пропустил сейчас. Да, и говорит Виктор Петраченко, что Джо Смиту и позволяет ему верить в себя, так если иносказательно. Сейчас, и это неприятный момент, как минимум. Талса, простите, да. Быстрый волок, заработал джеб. Да, и есть те удары, которые допускать будем не обязательно. Хорошо сейчас передней рукой доставал. Сайд джебы, но такие не силовые. Здорово ушел от апперкота и сам тут же бросил в ответ. В общем-то, они вышли на те скорости... Ну, вернее, как, да, скорости снизились на сколько было ожидаемо, наверное, с самого начала. Но, опять же... В действительности, это настоящий чемпионский бой. Мы с вами наблюдаем. Ух ты! Хорошо попал. Видна такая вот уже проявляющаяся усталость, да. И здесь хорошо, что Максим вот как раз тоже поймал вот этот момент. Именно вот, да, ну прям серия классная для нашего спортсмена. И еще одна хорошая из Максима. Но потом и провалил соперника. То есть именно почему-то Смит, да, от длинного шага по отношению, по направлению к Мак... Можно предположить, что он сейчас экономит силы для того, чтобы не будешь отбивать лицом удары на меня. Но он вдруг... Привет, как говорится. Опять хорошее попадание от Зота. Да, его держу и за счет джаба, да. Вот именно с того самого восьмого раунда, когда... Где-то примерно и начинает... Вот очень открытые стойки, как мы видим, да, сейчас прям... Надеюсь, что все-таки со скоростью реакции все хорошо. Ух ты, да, вот сейчас прям на пятках так начал ступать. И как рванулся вперед сейчас Смит. Как будто перезарядил батарейки. Как раз-таки Джо Смита прям на автомате старается действовать. Сблизился удар по корпусу. Не дал Смиту себя дотянуться. Ну вот, может, сейчас бил Смит. Как раз в одиннадцатом рауне таких угроз-то очень много может быть. Кто там полечится. Еще, да, у кого на ногах, как мы видим. Ты знаешь, тревожный раунд, честно говоря, получается. Да, да, неприятно очень для Максима. Ну, не, не, здесь удар по затылку никому не надо. Ну, опять же, да, слышали мы все прекрасно, да, что не считает при Капинрачене своего бойца готовым. Ну все, орал Тобе Ковалеву, потом его отобрал у него Альварес. И потом оставил вакантным. И сейчас есть шанс его забрать обратно. На ближней дистанции сейчас немало проводят времени. Постучал. Ввязаться тут, и понятно, что когда, ну, слишком может гулять клинчем, но просто я помню, как он в предыдущем раунде клинчек в этих кустах чуть-чуть не хватило. Но, опять же, никого не короним. Хорошо, хорошо попался. Переживаем, видно, что прекрасный. Опять же, мы, да, то есть бойцом, который возвращается после... Опять, не безупречный, но очень хороший, так или иначе. Например, 30 секунд. Здорово, здорово. Не пропускай, не пропускай, да, с этим и не осталось. И вот в этом шуме и гамме, интересно, услышат ли они 10-ти секундный отсчет и хватит ли сил у них. Ну, пускай гневаются сколько угодно, в общем-то, у него персональные проблемы в финальный год. Ну, ожидаемо, потому что вот при таком счете... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok